Субтитры создавал DimaTorzok Мы забыли поговорить о глаголе Торджина. В основе было Торджуина по модели Тафулина. Каср считается трудным в произношении над буквой Вау, особенно после одном. Поэтому Каср в букву Вау передали предыдущую букву Джим после того, как удалили ее огласовку, дабы освободить место новой огласовки. Что привело к встрече двух секунд Вауа и местомене единственного числа женского рода второго лица Я, из-за чего букву Вау удалили и у нас осталась Торджина по модели Тафуина, по форме Тафуина, с удаленным Ламом, то есть третьей коренной буквы. Значит Я в глаголе Торджина это местомене единственного числа женского рода второго лица, то есть Анти. А нун это нун ар-рафи, признак состояния ар-рафа. Следующее слово это хисабан по модели фиалин. Хисабан это мастер, имя действия, глагола хасаба юхасибу, порода фааля. Как известно, у этой породы два известных мастера. Это фиалин и муфаалитун. Значит хисабан это то же самое, что и мухасабатун, расчет. Мы иншаллах подробно поговорим о значениях этой породы, породы фааля. Хисабан это мастер, исмун, суляциюн, мазидун, фиихи, харфун, вахидун. Это трехбуквное имя с добавлением одной буквы. Алифа в данном случае. Сахихун, сальман, так как среди его корневых букв нет ни одного из трех недостатков. Следующий аят это 28 аят. Ва кэззабу би аятина киззаба. Ва. Альвау это харф, который мы пропускаем. Кэззабу это фиалин мадун, глагол прощающего времени по модели фаалу. В форме единственного числа это кэззаба по модели фааля. Кэззаба это фиалин, суляциюн, мазидун, фиихи, харфун, вахидун. Трехбуквное глагол с добавлением одной буквы, то есть удвоением айна, то есть второй коренной буквы издаль. Мы иншаллах подробно поговорим о значениях этой породы тоже, знания которых очень важны. Альба это харф, значит не будет здесь рассматриваться. Следующее слово это аятун, множественное число слова аятун. Насчет этого слова есть разногласия, что является первоначальной основой этого слова. Некоторые считают, что аятун это по модели фаалятун, и что аятун в основе было аяятун. Первую я заменили на алиф. Так как я огласованно, а предыдущая буква имеет. Согласно известному правилу, замененной на алиф должна была быть вторая буква я, а не первая. Согласно правилу, которое гласит, что если две буквы, идущие подряд, обе заслуживают применения правила замены, то в этом случае первую оставляют, а вторую меняют. Но к обеим буквам подряд правило не применяется, дабы это не привело к чрезмерному изменению структуры слова. Например, возьмем глагол нова, в основе новое, намереваться. Здесь есть условия для замены каждой из двух слабых букв на алиф. Предыдущая буква имеет фатха. Здесь есть условия для замены каждой из двух слабых букв на алиф. Однако заменяется только вторая, а не первая. То есть говорят на ва заменил я на алиф, а не на я заменил вау на алиф. Но обе буквы не меняются, на не говорят. Но иногда бывает наоборот. То есть несмотря на то, что замене подлежит вторая буква, Иногда меняют первую, а не вторую. В нашем случае так и произошло. Заменили первую Я, а не вторую. Как того требует правило. Значит было Айятун, первое Я заменили на Альф, стало Айятун. Значит слово Айятун у нас первая буква это Хамза, а вторая и третья это слабая буква Я. Поэтому это имя Гойрусахихан, Гойрусальмин, Нездоровый, Аллаху Алану. Следующее слово это НА, которое является местоменимым. Значит мы его пропускаем, пропускаем это слово, так как оно с неизменяемым окончанием. Подобные слова не рассматриваются наукой Сарф. Кидзабан это мастер, распространен в йеменском диалекте по модели фиалан, в значении такдзибан, тафилан. Мы сначала тоже подробно поговорим о мастерах, которые могут быть у глаголов породы фааля. И о том, когда какой мастер приходит. Например, кассара кисаран, укоротил. То есть кисаран, то есть аксиран. Кисаран это мастер по модели фиалан, в значении тафил. Каллама таклиман, таклиман по модели тафилан. Это самая известная основная модель вознен мастера породы фааля. Также тафилатун, например, Азза таазиятан, Адда таазиятан. Таазиятан, тафилатун. Глагол на конце которых имеет слабые буквы. А также хамза тоже. Например, Тахдиятун. Хаддаа тахдиятан. Фааля тафилатан. Также тафалин иногда. Такрарин. Каррара такрарин, то есть тафалин. Байина тибьянан. Тибьянан тифалин. И так далее. Также, иншалла, мы подробно поговорим, иншалла, о значениях этой породы. Потому что часто от этого зависит правильное понимание того или иного текста. Аллаху а'лам.